Добрый вечер. Я очень счастлив быть с вами. Никогда не представлял, что посещу церковь, как ваша. Я был рад слышать ту музыку, которую вы славили Бога. Наслаждался всеми вашими динами. Но действительно, я ничего не понял. Но на небе я все пойму. Два года назад я познакомился с русской культурой. Не знаю, как сказать вам, но... Но имею много русских детей в Америке. Но они не родились от нас. Потому что они не этого цвета кожа. Они ожидали в нашем доме. Когда началась война, многие украинцы приехали в Тихуану. Но дверь была открыта. И Украинцы не были открыты. И все оставались там. Но после этого начали прибывать русские. Бойные христиане, которые не хотели идти на войну. Но и граница была закрыта. И они проводили много времени там, на границе Тихуаны. Наша церковь встречала их. Это одно место стратегическое. Чтобы помогать иммигрантам русским. И так я познакомился с там с сестрой Суламитой. И через нее мы познакомились с многими иммигрантами русскими. И по благодати Божьей, многие из них в нашем доме останавливались. И до сих пор с многими я переписываюсь через сообщения. И так мы находимся в Тихуане, Бахи, Калифорния. Я немножко вам покажу сейчас. Это фотография из нашей церкви, хорошая новость. Это пастырь и сестра Ирма. Имеем уже 37 лет нашего брака. И 21 год служим как пастырь в церкви. Это одно время. Это наш храм и это вот место, где музыка. Не поем так красиво, как русские. Думаю, что русские родились, чтобы петь. И мексиканцы для того, чтобы кушать чили. Это вот наша церковь, хор нашей церкви. Это клуб детей, здесь вот кушают. Это вот впереди нашей церкви место. Здесь есть практика, сыгрывка с инструментами. И там вот трое моих детей, которым очень нравится музыка. И другим тоже. Эта девочка, это моя девочка. Это моя девочка. Это одна из молодежи. Это вход в нашу церковь. Это вот один, одно место, где дети там. Это вот один, одно место, где дети там. Молодежь. И это дети в церкви. Лагерь. И это работают с детьми в классах. И это общение с сестерами в нашей церкви. Это наше место, где кушаем. Спасибо Богу, что не так холодно, как у вас здесь. Это наша школа. Это наша школа. Многие хотели с нашей колонии прийти в нашу школу, но мы их не принимаем. Потому что мы сражаемся за духовное состояние детей. Мексика поменяла свое обучение детей и очень разложено. И поэтому наши учителя христиане и материал христианский. И не имеем много детей. Только хотим, чтобы наши дети сохраняли веру в Иисуса. Они и сантимик. Они и сантимик. Внизу вот эта вот, это детская у нас. И вот здесь, сверху строят русские, которые приехали из Ванкувера. Они приехали сюда чтобы построить сверху одну комнату для пастырей и миссионеров и для тех, которые будут находиться у нас там. Это комната для миссионеров. Мы работаем в этом месте. Поку а поку се ва конструйен. Элли сон доз русских мигранты. Но когда они сюда пришли не могли быть спокойны без работы. Они помогали. Он работает, она наблюдает. Эта лестница ведет в эту комнату. Здесь братья, которые строят эту лестницу. Эта лестница в середине брат Виктор, которого руководит этим строительством. Он имеет замечательные руки и все строит. Элли сон уна фамилия русская, которая была с нами в течении трех месяцев. Слева это брат Янис и его жена Маша. И пять детей. Сейчас они уже здесь. Это группа русских и наша церковь с ними. Я думаю, что достаточно, чтобы нечто показать про нашу церковь. Если вам кажется так, то давайте приступим к Слову Божьему. Спасибо, брат. И так хочу открыть Библию и с третьего послания Яна. Единственная глава. И в седьмой, с пятого по восьмой стих. И тема будет мотиваться для миссионерской работы. Говорится Слово Божьего. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали при церкви о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они, ради имени Моего, пошли, не взявшие ничего от язычников. И так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. И седьмой стих говорит, что они ради любви это делали. Говорится о людях, которые вышли с места для того, чтобы говорить о Христе в других местах. Мы знаем, что слуги Божьи приходят в места, чтобы приобретать души. И думаю, что миссионеры платят за эту цену, чтобы служить Богу. И многие из них, у них нелегка жизнь. Они должны менять культуру и обычаи. Пищу, дружбу. И многие вещи, которыми они наслаждались на своей родине. Должны подумать, что их мотивирует, чтобы делать дело Божие. Почему они всегда имеют такое вдохновение, чтобы служить Господу. Сегодня я хочу показать вам, что я думаю, что я думаю, что в Библии, почему миссионеры выходят, чтобы проповедовать Евангелие. Это очень трудно понять. Многие молодые люди, они призваны служить, но потом они приходят за мешательство и не знают своей цели. Algunos admiran a los predicadores и quisieran ser como ellos. Некоторые смотрят на проповедников и хотят быть как они. И algo dentro de sí les dice, что tienen que salir al campo. И некоторые, и там внутри они имеют такой взов, чтобы выйти. Но многие в замешательстве, потому что их мотивация неправильно. В период del Señor Jesucristo era muy común que la gente no pudiese entender. И даже во время Иисуса Христа люди были такие, что не могли понять это. Для многих план Божий был в замешательстве. Мы, как человечество, очень склонны к тому, чтобы ставить свое внимание на видимом. Нас впечатляют многие видимые знаки. И они смотрят на других, которые что-то другое делают. В Матфея 12.38 Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Возможно, они хотели, чтобы Иисус, как в дни Моисея, мог бы простереть свой жезл и превратился бы он в змея. Или чтобы положил руку за пазуху и вывел, и она вышла бы в проказе. Помните, как это было с Моисеем? Но Иисус знал их сердца. И он сказал, «Знамение не дастся вам». Версикл 39 стих. Но он сказал в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Это говорит Библия. Querían ver visión. Они хотели видеть знамения. Но в Слове Божьем он послал ему Слово Свое. И говорится в Слове Божьем, дорогие братья и сестры, что многие обмануты знамениями. Лео Маркос 13, 22. Маркос 3, 22. 13, 22. 13, 22. «Порque se levantarán falsos Cristos и falsos profetas, и harán señales и prodigios para engañar, si fuese posible, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Движение миссионеров, оно не должно идти через знамения. «Не basa en aquellas cosas que puedo ver y apuntar y decir, «Oh, este cayó un rayo y ahora yo voy al ministerio». «Не, оно не должно быть на видимом основано». «Не, оно не должно быть на видимом основано». «Не, это не видимо». «Не, это не видимо». «Не, это не видимо». «Не, это призвание Божие в сердце человека». «Инкlusо, hermanos, en el mismo grupo de апостолes, включая также ту же самую группу апостолes, los mismos апостолes no entendían muchas cosas. Даже апостолы не понимали многие вещи. Una ocasión venían discutiendo quién sería el mayor. Они дискусировали, кто будет больше из них. Pedro quizá hubiera dicho, «Yo soy el primero siempre en todo». «И может быть, они думали, они будут первыми при Боге». «Талбез Juan diría, «А mí me ama Jesús». «И даже Иоанн говорил, «Меня любит Иисус». «И Худас diría, pues yo tengo el dinero». «И Худас». «Этот Иуда говорил о деньгах». «Yo tengo el dinero», diría. «Я имею деньги». «Muchos de ellos no entendieron, como era el ministerio de Dios». «Многие они не понимали, что значит служение Бога». «Una ocasión, Jacobo y Juan fueron... «Яков и Иоанн». «Fueron a predicar la palabra de Dios». «Они были вдохновлены Словом Божьим». «И las puertas se les cerraron». «И volvieron diciendo, «Бajaremos fuego del cielo para que los consuma». «А они потом сказали, «Не свedем огонь, чтобы их поглотил». «Иисус les dijo, «Ustedes no saben, de qué espíritu somos». «Иисус сказал, «Не знаете, какого вы духа». «No venimos a condenar las almas». «Мы пришли, чтобы спасать душes». «Venimos a salvarlas». «Ellos creían que podían matar los que no quisieran creer». «Они думали, что убьют тех, которые не веруют Него». «Recuerdas a Pedro también, cuando Jesús dijo, «Voy a ir a Jerusalén». «Помните, Петра, когда Иисус сказал, «Я пойду в Jerusalén». «И en Jerusalén me van a matar». «И там в Jerusalén меня убьют». «И me van a sepultar». «Меня это вот убьют и похоронят». «Перо resucitaré». «Но я воскресну». «Но Павел не понимал план Божий». «И Pedro tomó a Jesús aparte и le dijo, «No vayas». «И он отделил Христа отдельно и сказал, «Не иди». «И Jesús le llamó Satanás». «Apártate de mí». «И он сказал, «Отойди от меня, Сатана». «Porque no pones la mira en las cosas de Dios», «sino en las cosas de los hombres». «No думаешь о человеческом». «El ministerio no es visual». «No es lo que podemos ver». «El ministerio es un trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón». «Миссия – это работа Духа Святого в нашем сердце». «Когда Jesús predicaba, amados hermanos». «Когда Иисус проповедовал». «Mucha gente le seguía». «И много людей следовали за ним». «Hay un pasaje que puedo leerles». «Матео 4». «Четверто, Матфея». «Версículo 23 al 25». «23 до 27». «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царство и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и луначков, и расслабленных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, иудея, и Изардана». «Ирманус, Иисус estaba sanando алас «персонас». «Иисус исцелял людей». «Он кормил пять тысяч людей». «Муха гент ле seguи. И много людей следовали за ним. «Мухи креяли». «Мухи веровали в него». Но когда они видели преследование, многие отдалились. «Мухи habían pensado что это неискренно было». «И они были обмануты». «Возлюбленные, мы должны Богу служить с полным сердцем». «Должны отставить свой взгляд от материального». «Надо искать то, что Божие и служить Ему». «Есть одна заповедь Слова Божия». «Маттео 28 Матфея 28 «Дана мне власть по всей земле». «Версик 19 «Пор тант и дь с дис пул ». «Версик 20 «Науча их соблюдать все что я повелел вам». «Возь заповедь Божия, братья Бог дал нам повеление для церкви». «Людям нужно видеть Христа в нас». «Не будут ангелы с неба сходить». «Они не будут обращены через чудеса». «Они будут спасены через того, чтобы давать им пищу такую». «Deben ser confrontados con la Palabra de Диос». «Они только будут спасены через Слово Божие». «И Господь хочет использовать нас». «Ты и я представляю Христа на земле». «Вентюхи первые стали называться христианами». «Ли llamaron христиан 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 маленькие назывались христианами что означает маленькие Христовы». «Эllos decían «Эllos son como Cristo». «И говорили о них они как Христовы». «Вив como Христовы». «Они живут как Христовы». «Предикан как Христовы». «С iguales а Эл». «Респонден como Эл». «И отвечают как Он». «Не пелеан». «Не сражаются». «Не мальдисен». «Не говорят проклятием». «Не проклинают». «Респонден con amor siempre». «Уважают и с любовью к «С с с «Люди говорили давайте мы их позовем». «Назовем их христианами». «Пор eso amado hermano es ahora más que nunca que la Iglesia debe mostrar a Christa». «Наша церковь должна быть как никогда возвещающая Христиан». «Кто должен делать это дело Божие». «Es muy común cuando vemos personas sirviendo a Dios que vienen de condiciones muy bajas». «Es muy común ver personas que dicen «Es que yo antes era un drogadicto y ahora sirvo a Dios». «Я escuchado a hombres que cuentan todas esas historias y dicen «Es que yo era esto y esto y esto». «Я слышал историю de одного человека que «Я был то и то». «Y creer uno, los cristianos creemos que Dios tiene que usar a ese tipo de personas». Mateo 21 20 28 Pero que os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi vina. 22 y matvea a como te un hombre y le dijo a y le dijo a mi vina y no fue y le dijo a y le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue И он подошел к другому и тоже сказал, и он ответил, да, пойду, но не пошел. Который из двух сделал волю Божью? И говорят ему первые. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Многие из христиан думают, вот этого типа людей должны служить Богу. Но это не так. Нет, заповедь для всех. Мы все призваны. Все мы спасены кровью Иисуса Христа. Все мы покрыты Его благодатью. Все мы верующие крепляемся Духом Святым в нашем сердце. Все мы можем делать дело Божие. Хочу вам показать, возлюбленные. Потому что мы читаем говорится. И там говорится, Третья Иоанна, что они вышли из-за любви к Богу. Нет и нет и другой, больше, мотивации, чем любовь к Богу. Еслиية метиво божие. И если мотивация это ведение. все закончится скоро если служат Господу из-за эмоций когда приезжаешь на миссионерское поле и встречаешься с трудными людьми и находишься в этой борьбе и когда проблемы могут тебя задавить очень скоро ты вернешься дело миссионеров она не делается на эмоциях и она не делается из такой человеческой идеи надо иметь нечто то что находится глубоко в сердце мы должны иметь то что возможно не понимаем и многие говорят почему вы так далеко приезжаете что не можете в своей церкви служить Христу не можете говорить с соседями почему вы должны так далеко ехать твоя жизнь в опасности там война там есть преследование христиан и многие вышли из-за преследования как понять тех которые говорят что я вернусь чтобы служить Христу я возвращусь с того места где коммунизм я поеду туда где убивают христиан я буду проповедовать там где христиан садят и многие не понимают почему они идут почему имеют такое желание одного пастора знаю что проповедовал в Африке много лет проповедовал там его жена умерла и он вернулся в Мексику был в центре страны не знаю сколько он лет служил там в центре нашей страны и Бог потом дал ему вторую жену и знаете где он сейчас? в Африке там служит Богу и когда ему говорили не иди и новой жене говорили вы знаете что его жена умерла там но когда любовь Божия наполняет сердце нету границ нету никого кто остановил бы из-за любви к Господу он все может победить это то что говорит апостол все могу выкрепляющий меня Иисусе знаю как жить в бедности знаю как жить в изобилии любовь Христа изменяет сердце любовь Христа изменяет сердце и говорится что любовь Божия она как сжимает мое сердце любовь Христа она мотивирует мое сердце это любовь Христа что вдохновляет меня служить Христу один раз человек сказал как ты можешь как ты можешь это слово не знаю человеком относиться который не имеет страха перед смертью когда христиане из-за любви к Христу они не имеют страха для смерти их жизнь это не цель они не ищут быть более великими они не ищут приобретения они не ищут славы они не ищут материальные блага они не хотят быть известными потому что любовь Христа их вдохновляет это когда Павел сказал что предпочитаю преимущество потерям и он говорит что раньше как почитал это приобретением теперь это как потеря из-за любви к Христу из-за любви которую он потерял все и все почитал за штуру как гарбич чтобы приобреть Христа в 21 главе Иоанна есть знаменитая история Петро había негадо а Хисус и Петр увидел Петро встретился со Христом и он среди других апостолов хвастался и говорил хотя все отрекутся от тебя и никогда не отрекусь и очень быстро он упал очень быстро предоставилась возможность и Петр отрекся от Христа три раза и когда Петр соединился взглядом с Иисусом и он вспомнил что Иисус сказал ему и чувствовал себя постыженным смиренным маленьким таким и Библия говорит что он вышел и горько заплакал представляя себя этого сильного большого человека который так плакал имел огромные такие возможности но он потерпел неудачу и один день он встретил Христа который ловил рыбу и встретил Христа и когда он ловил рыбу Иисус был на берегу и говорится что они пришли ко Христу и 15 когда они обедали Иисус разговаривать Симону Петру Симон Ионин любишь ли ты меня больше нежели они представляю я лицо Петра его стыд который покрывал лицо возможно его глаза опустились и возможно Петра все вспомнил прошлое и он думал что никогда больше не будет служить Христу и Христ спросил его любишь ли ты меня и Петра без сомнения он ответил люблю он ответил да Господи ты знаешь что я люблю тебя и Господь Иисус ответил паси моих агнсов все требования оставлены единственное требование это чтобы он любил его и то что Петр любил Христа это было достаточно чтобы служить ему потому что все становится настолько маленьким по сравнению из-за служения с любовью к Господу сколько людей которые не хотят служить и слушаться но если мы любим Господа то тогда вся Библия это Слово Божие нет пасаг в котором я могу сказать что хочу обидеть нет таких мест в Библии где я скажу здесь я не хочу быть послушным потому что первое требование чтобы служить Господу это любить всем сердцем его если если любого иудея спросишь какая одна большая заповедь любит 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 Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей силой твоей и в новом завете Иисус прибавил и со всем твоим разумом если пуди сем мы entren а nuestros jóvenes tanto в академико и в спирит но в amor к Христо если наши были молодые люди обучены и академии тоже любви к Христу lograríamos un ejército poderoso para la gloria de Dios было бы такое сильное войско для славы Божьей еще 16 стих еще говорит ему в другой раз Симон Ионин любишь ли ты меня Петр говорит ему так Господи ты знаешь что я люблю тебя и опять это вопрос ты любишь меня ты меня любишь он говорит да и сейчас говорит Иисус спаси моих овец третий раз ты меня любишь Третья ответ да и он говорит спасибо моих овец наш любовь к Христу она должна отражаться на любви к ближнему не не любить Христа не любя людей которые любят Христа если вы можете видеть вокруг себя это люди за которых умер Христа Бог мир, что отдал. Первое, это признак любви, это дать. Все, которые любят, дают. Если кто говорит, я люблю, но не отдает, то он не знает любви. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал свою жизнь за тебя. Это самое большое выражение любви. Поэтому, кто действительно любит Бога, не думает о себе, думает, как свою жизнь отдать Господу. Когда любим истину Божию, это нас обязывает евангелизировать о других, делать ученичество других, помогать другим возрастать в жизни христианской. Идти на миссионерские поля, проповедовать Слово. И мы должны это все делать из-за любви к Господу. Мы боремся за это, дорогие. Одна история, которую не буду читать, но объясню. Один раз Иисус пришел в дом религиозника. Легла одна женщина, лораваясь в доме религиозного. И пришла одна женщина, поклоняясь и с плачем, и принесла один сосуд с алабастром. Это было очень дорогое мир. Это было то, что использовалось один раз, не знаю, или для похороны, или для свадьбы. Это то богат сокровище, что имела эта женщина. И когда она увидела Христа в этом месте, она пространялась перед Ним, приклонилась, разбила вода в сосуд. И начала целовать Его ноги. Плача. И взяла свои волосы и утирала Его ноги. Религиозник, видя это, думал, если бы Он знал, кто она такая, не позволил бы прикасаться к Ним. Иисус Христос знал помышления этого фарисея. И Он сказал, я пришел в твой дом, но ты не дал мне целования. Но эта женщина не перестает целовать мои ноги. И ты не умывал мои ноги. Но она омыла со своими слезами. И поэтому говорю тебе, ее многие грехи прощены. Потому что она возлюбила много. А кто много не прощает, много любит. Должна быть такая большая любовь к Господу Иисусу, чтобы получить прощение. это. Когда понимаем все, что Иисус сделал за нас. Когда мы понимаем, что без Христа мы приговорены только к вечной погибели. когда мы понимаем, что Он потратил для того, чтобы спасти нас. Это terrible castigo de la cruz por amor a nosotros. Было такое наказание на Нем, на кресте из-за любви к нам. Как мы можем жить тогда жизнью холодной? Как мы можем уменьшать дело Божие? Обесценивать? Но когда видим большую любовь к Господу, хотим также любить Его. Возлюбленная церковь, положи любовь к Господу в твое сердце, во всем, что ты делаешь. Чтобы это была твоей большой мотивацией, чтобы служить Господу. Я видел любовь вашу, когда вы пели. Один день буду петь, как вы. Когда пойдем к Богу возлюбленных, будет награда. Никогда наша любовь не будет больше, чем любовь к Господу. Господь всегда нас вознаградит. Он все делает большее для нас лучшее. Пусть Бог вас благословит, возлюбленные. Давайте помолимся.